Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И здесь он заканчивается всем классом и, совершенно неожиданно, поступает в тамбусский железнодорожный термин. Я думаю, что на это решение повлияло уход отца и семьи. Я думаю, что делать мужской шаг. Закончив терминком, он сразу попадает практически в воду. Причем вполне реально было предполагать, что он загремит, типа, куда-нибудь атаманские дивидии, чтобы крутить гайки. Представляете, что такое атаманские дивидии? Я не представляю. Это подмосковье танковая дивизия. Танковая дивизия. То есть, с его образованием и тем, как жили с дороги, вполне реально танковые дивидии гайки. Ну, Раскова попадает в ансамбль Прикорпатского военного округа. Ансамбль песни и пляски Прикорпатского военного округа. И там, как писал три года, в общем, слово, ну, так сказать, анбуа, он низовик. Знаете, что такое низовик? Поднимаем. Это когда вот пляж, знаете, вот так низко-низко, выкидывая ноги. Это очень тяжелая, так сказать, англо для пляжа цена. Вот. Значит, дальше он возвращается в тамбу. Возвращается в селесадную бригаду, возглавляет там, он там, мастер. Параллельно, он не может попросить без общественной работы. Он общественник, он там опускает какую-то стенную газету, он там работает с молодежью и так далее. Короче говоря, он достигает высот, опять же, и ты. Он награждается грамотами ЦК ФРС, грамотами, значит, министра охраны общественного порядка. Он становится членом горконку, то есть, а потом горконку. И параллельно он учится в Тамбовском фирменале Московского технологического института. Проучившись три года, он отдает, передает или пересылает свои документы Ленинградский, каждый строительный институт. Значит, еще немножко о том. Вот театр. Дело в том, что, практически научившись ходить, раскопов маленькие, он попадает за курицы этого театра. Как суть. То есть, он видит кухню вот этого творчества. Он весь пропитан декламацией, музыкой, вот этими преображениями. Который лицегейст. Все это происходит у него на глазах. И в таком маленьком возрасте, несомненно, это приводит гигантское, сильное впечатление на ум и жизнь его прекрасного. И вот это чувство театра, эта болезнь, которая приспировала его всю жизнь, она с ним проходит через все его точки. То есть, он любит театр, он любит сцену, он любит быть в окружении, он любит, чтобы было всегда шумно, весело, хорошо. Он может выходить совершенно спокойно на сцену и читать стихи и пробовать. Он может где-нибудь заменить барабанщика. У него хорошие слова. Какой-нибудь джаз-бэнди. У него он неплохо пишет шрифт. Он делает все, например, гирки в зеркале, были написаны на него. То есть, вот это театральное, так сказать, театр, как бы, делал его невероятным таким артистичным человеком. Ленинградский период. Значит, 1965 год. Раскопов 29 лет. Он приезжает в Питер. Питер покоряет его всем, чем кто-то может покорить. Вот пронеслава, столица северная. Раскопов. Раскопов не теряется в Питере. Он через некоторое время становится фактически заселегатым. Театр тех же. Он становится, он знаком со всеми какими-то тусовками питерскими. Ну, что это за тусовки? Ну, допустим, только вот старики помнят. Там были комиссионные магазины. Это на Литейном, это Аркапсин двор. Вокруг этих тусовок были своеобразные круги. То есть это подходишь к какому магазину, стоит толпа, жужжит, что-то меняется, что-то продают, что-то... То есть это была своеобразная тех времен академия. Потому что в магазинах ничего не заводит. Значит, он следит за джазом. То есть он любит и джаз, и всякую музыку. И я уверен, что его появление в арморце Кирова в 73-м году связано именно с приходом джазом. Что происходит в Корабелке? В Корабелке раскопов отдает девять лет. Пять лет в учебах. И четыре года каждого наше военно-морское. В эти же годы раскопов становится вдохновителем и организатором пакета походов студенческой молодежи. Что представляют по себе этот пакета? Это на шутках. Значит, по рекам. По Северной Длине. По Аке. В общем, по всем крупным рекам. И Сибири, и Вена, и Кама, и Амур. И, в общем, все это было пройдено гигантские тысячи километров. Это Балтийское море, это Азовское море и Черное море. Вот эта картинка, которая есть на экране, она, видимо, из серии, скорее всего, это Дальний Восток какой-нибудь, наверное, Амур или что-нибудь. Ну, как положение, это точно не ясно. Так, что дальше? За эту, кстати, работу большую с молодежью раскопов был достоин, ну, скорее всего, своей первой медиады. Медиады рода Михайлович Ронда. Это военно-патриотическая работа. Что происходит все на себе? Раскопов. Инженер. С очень хорошим, скажите. Хороший инженер, ведущий. И вдруг этот человек подает заявление о кухонах. И сев за трансстроя. Это почти министерство, если это не министерство. Человек, который мог бы в дальнейшем занять, я думаю, очень высокую административную должность. И куда же он уходит? Он уходит преподавателем ЛГУ. ЛГУ, ЛГУ, ПХУ. То есть Виноградская лучшая художественная информация училась. Что он тогда делает? И как делать? Он уходит туда преподавателем ЛГУ. Давайте разберемся, какие такие основания у него к этому есть. Оказывается, в своей биографии он пишет. С 14 лет занимаюсь, увлекся, увлекся фотографией. Значит, к 79 году плюс-минус 30 лет опыт фотографии. Пусть щелкания, пусть фотография, но это опыт. Это уже стаж. Дальше две выставки персональные. Стамбулы и Ленинград. Видимо, в рамках «Карабелы». Дальше. В 73-м году раскопов приходит в Декахирово. Скорее всего за «Джаз Клуб» квадратом. И тут находят фотоклуб Декахирово. Надо сказать, что при каждом ДК или дворце были свои клубы штатные. Там не было творческих, но были штатные клубы. И раскопов, так сказать, заодно выступает этот клуб. Фотоклуб имеется в виду. Общается с клубом квадратным. И что происходит дальше? Дальше. Здесь же организованы так называемые курсы, общественные курсы по подготовке таких самых корреспондентов. В Декахирово такие курсы были одногодичные. Вот он заканчивает сезон 73-74. Раньше все занятия начинались в октябре, во дворцах. И заканчивали где-то в мае. То есть, когда мы говорим 73-74, значит, надо понимать, что это октябрь месяц и где-то май. Соответственно, этих годов. Значит, дальше он, закончив эти курсы, он заканчивает курсы при Ленинградском недоме журналистов. Там, говорит, двух годичных. Соответственно, там два сезона. Два сезона, значит, сразу 74-75, 75-76. Поступив в клуб, он вливается в группы товарищей, которые более активны по сравнению с другими фотографиями, которые участвуют и представляют в группе Декаха. Образуется некий кружок. Кружок. Усиление этого кружка в 77-м году было организовано показ работ в одном из лучших магазинов города, фото-магазинов имеется в виду. Это налетение в 61-м. То есть, какая идея? И что было сделано? Значит, подморка до 30-ти, там, 20-30 работ с небольшой какой-то характеристикой автора выставлялась на стенде, и эти работы, значит, висеры или там, в течение двух месяцев. Забегая вперед, могу сказать, что вот эти экспозиции в фото-магазинах, потом появился и второй надежный фото-магазин, они продолжались в течение 10 лет. То есть прошло... То есть про... Боже мой, значит, выставлено было или показано было 60, примерно 60 выставлено. Значит, вот этот кружок, этот кружок, и стал в дальнейшем тем, так сказать, каким-то ядром, из которого и образовалась зеркало. Значит, что происходит дальше? В 78-м году происходит раскол фото-группы ДК Кирова на группу зеркало и группу, как условно, я ее называю, группу балов, да, как ткочка и балов. Вот. Значит, это все в актив идет, потому что раскопок участников всех этих событий. Дальше. Раз образовалась группа зеркало, мы насчитали так, что всех тащить за собой, весит все это болото, это очень тяжело, лучше все-таки пробиваться небольшой группой. а раз группа, чтобы отделиться, нужно какое-то название. Таким названием стал зеркало. Ну, не надо понимать, что и ДК, то есть фото-групп ДК Кирова стал тоже называться фирмом. Один – нет. Один – нет. Вот группа. То есть вот сидит в зале народ, часть из них группа зеркало, часть из них – балов. Дальше. В том же 78-м году, в марте, происходит первая выставка вот этой группы. Этой группы. Дальше. В 78-м году, зимой, на стыке двух годов, да, в 78-м и 79-м, в декабре, январь, происходит вторая выставка. Опять же группы зеркало. На площадке ДК Кирова. ДК Кирова. Это был 79-й год. Если вспомнить, что о том, когда родилась вообще фотография, в 79-м году, фотография 142. 145. И вот выставка нашего была посвящена как раз этому историческому цару. Вот все эти, перечисленные в 7 примерных пунктов, дают основания, потому что, ну, и раз он подал заявление на… то есть имел в себе силы ввести курс в высшем художественном промышленном училище, следовательно, он передаленно знал основу фотографии. Вот все это дает ему основания уйти и круто изменить свою, как бы, судьбу. Да? Судьбу. Да? И… Что происходит дальше? Дальше, вот практически с 79-го года, биография раскопа практически накладывается на историю земли. И тут уже очень трудно что-либо, так сказать, если говорить по типу датами, то это будет совпадать. Дата клубная, она совпадает с датами самого раскопа. Ну, здесь такой легендарный вопрос, то есть легенда, что раскопов – создатель гениального такого клуба. На самом деле, что происходит? Что произошло? Раскопов возглавил, конечно, другу зертвой, потому что, во-первых, он был старше нас где-то год на 8-10 лет. Он был уже опытный фотограф. Он провел несколько выслей. Он умел работать с людьми. То есть многие его качества были, ну, грубо говоря, выше или опытнее, да, он был опытнее, чем остальные товарищи. Он мог работать либо за сущих рукава, либо сесть за стол и петь песни, например, рассказывать о нем. Т.е. он готов был к любым, так сказать, творческим испытаниям. Ну, поздравляют зеркала, какой он получил материал. Т.е. коллектив не был, так сказать, подобен кружка. Т.е. это были люди, в общем-то, равноценные по своему интеллекту. Т.е. просто было интересным действием. Т.е. говорить о том, чтобы использовать фококруппу как какую-то площадку для своей, как мистерской, не важно. Т.е. я застоков очень скоро помню. Т.е. он, когда единственное, что ему, так сказать, постовало сделать, как активному товарищу, это направить, организовать работу вот этого коллектива. Т.е. он, как и все, ну, и включается в строительство, как это бывает. Т.е. вот этого круга. Т.е. характер же проявляется, ну, не надо ли проявлять, но характер раскопов. Т.е. он появился впервые очень крепко, на третьем языке. Т.е. это 79-е, 80-е годы. Опять же, стык декабрь и невалий. Т.е. это третий язык. Третий язык. Т.е. мы ее повесили. Т.е. через три дня приходит, значит, дикое сообщение Т.е. высокая загрузка. Т.е. что случилось? Т.е. случилось, что нашел человека с Моллиным, ему не понравилась эта фотография, и он заканчивался. Т.е. при общении с нами он сказал, что вот, давайте, товарищ, снимите вот эти картиночки, и мы опять не можем эту графику. Т.е. и здесь пироскопов и футсовет не пошли на поводу дяденьки, мы сняли все, возник конфликт, а пироскопов ни в коем случае не повелся на поводу дяденьки. Т.е. более того, он предложил уходить из-за эпохиева. Т.е. взятого ушло. Группа взятого ушло. Ростоков нашел, он же все-таки железнодорожник, он нашел группы именно железнодорожников. Т.е. это Дегара и Никола Макса. Т.е. на Варшавке, как раньше говорили, да, Т.е. варшавского вокзала. Т.е. здесь мы, наш клуб, т.е. он подготовил весь наш клуб. Т.е. значит, что он у нас, восемьдесят пять лет был, да? Т.е. восемьдесят пять лет, да? Т.е. восемьдесят пять лет, да? Т.е. ну, Смольный, конечно, глазки продолжал держать на нас. Т.е. поэтому он решил нас задушить различными, так сказать, То есть, короче говоря, 90% фотографий по оценке Смолинова не прошло его центрский взгляд. Поэтому, значит, что делать? Выставка опять не должна состояться. И здесь Ростов опять проявляет свой жесткий характер и свой опыт человека, который и был в Гарконе, и в Ахоне. Он берет эту выставку под мышку и в Москву садится на поезд, едет в Москву, не больше, не меньше, он едет в редакцию в журнал «Советская фонда». Здесь у Языкова главный зал Анри Вартамов даже возродился статьем под названием «Круп индивидуальности», но чуть попозже. Вот Ростов, он чувствовал вот эту разницу между Москвой и Питером. Питер, он такой, после… То есть, Москва, Питер держала в режиме руководителя, если можно сказать. И после некоторых дел, делал партия, местное руководство для него, оно решило действовать чуть-чуть лучше передеть, чем недорогие. И все вот эти ограничения вот такого, ну, некоторые, конечно, получались именно из-за такого плана. А Москва принимает, а Питер не разрешает. Вот. Значит, теперь вот здесь очень интересная получается штука. Что вот испробовал вот этот первый опыт с четвертой выставкой? А Ростов пришло в голову, что, ну, Питер, что Питер, ну, не хотят принимать, ну, не надо. Значит, я буду вывозить куда-нибудь. Россия большая. Можно это вывозить? Экспорт нужно заняться. А тогда же и другие города уже есть. И так получилось, и так пошло. Ну, вот я вам приведу цифры. За 83-85 годы в наших журналах до того, как я рекомендую, было проведено за три года 20 выставок вне города Питера. И семь, по-моему, участвуют в больших выступах. Ну, то есть, вот там объявляется какой-то гигантский конкурс, там, типа, не знаю, «Моя страна», там, еще что-нибудь. И участвуют, значит, многие города и в весе, опять же, на какой-то одной объединенной выставке. Вот, и семь на таких вот выступах раз участвовало в зеркале. Учитывали? Значит, еще для сравнения. Если за всю историю зеркала сдить в Питере было проведено 11 выставок, то в Приморском блоке кавалеров, кавалеров было проведено 5. Понимаете? Вот разница. Разница в нашем калининградском поле. Раскопов вот в этой круговерте, в этом экспорте. Фотографии, конечно, он сейчас был не один. Через некоторое время здесь к нему примкнуло несколько еще товарищей. Обычно ездили в Порвард, Порвард. И это было интересно, честно говоря. Принимались такие вот экскурсии, то есть, ну, такие выставки. Ну, было интересно не общаться с, ну, условно говоря, с группинкой. Потому что, когда приезжаешь на место, то не удают, что ли. Все такие же, все такие же люди, все такие же люди. Ну, вот. Ну, значит, Раскопов втягивается в это дело и превращается в некого такого, как бы выдержав такого. Именно разница. Потому что сама схема таких прокатов, она, ну, договорился по телефону, значит, съел поиск, тебя встречают, экспозиция, народ. Понимаете? То есть это все вот для Раскопова. Все это начинает напоминать и выстраиваться как некий театр, некая сцена, которую он, видимо, искал. Это все вот подголоски, все это какие-то рефлексии. Стамбол и он в какой-то такой необычной роли, роли представителя, который, ну, получает гигантскую порцию вот этого адреналина от встреч, вроде бы скромания всяких воздушных замечаний. То есть, короче говоря, Раскопов действительно превращается вот в такого организатора. Потому что если бы не было такого человека в зеркало, то, ну, а вот этот стол, понимаете? То есть Раскопов. Он одновременно сам работает и работает как организатор. 86-й год. 86-й год Раскопов 50 лет. 50 лет. Клуб делает ему большой подарок. Ему предлагается индивидуальная, то есть персональная мысль. Это на площадке зеркало. Ну, например, сварили, спокойно. Здесь первые картинки с баламом. Там песни, песня малтинская, джаз, весенецкие места. В общем, все, что Раскопов богатый у него портфолио есть, все, все выкладывается на этой мысли. 87-й год, 1987 год. Ну, во-первых, страна. Страна готовится праздновать 70-летие Великого Октября. Вот мы сейчас готовимся праздновать 100-летие Великого Октября. А, значит, в 87-м году страна праздновала 70-летие Великого Октября. И, конечно, на главной площадке выставочной ВДНХ была заявлена ювелинная выставка. И, конечно, зеркало там участвует. Зеркало там участвует. Это несмотря на то, что в самом клубе, клубу, кстати, исполнялось 10 лет. 10 лет тоже юбилей. Тоже юбилей. И тоже была выставка в Питере. Значит, это была, по-моему, седьмая выставка. Да, это была седьмая выставка. Вот. А что касается выставки на 1 ВДНХ, то здесь зеркало взяло 11 миллиардов. Это был лучший клуб страны. Так, что еще? В этом же году, в этом же году, зеркало присвоили звание народного коллектива. И что-то еще было, по-моему. Лучший фотохлоп страны. Да. Народный коллектив 1 степень. А, и диплом 1 степень. Один из медалей, диплом 1 степень. Лучший фотохлоп страны и звание народного. Ну, конечно, конечно, доля успеха во всей этой грандиозной, грандиозной успехе, конечно, грандиозной держал Ростову, как ангризатор и без знаний. Вот. Конечно, он принимал это, ну, на свою долю. Достаточно, ну, достаточно много. Значит, Ростовов, ну, я не хочу сказать, что он как-то чувствовал себя, ну, скажем так, в 60 мере, задирал 1 степень, но он чувствовал себя в убедении. И, действительно, без его, вот, бездесущности, я вот так в этом, он был везде. Он был знаком со всеми. со всеми неговаривался, со всеми республикал. Вот такой организатор отбожный. Ростовов по-прежнему живет, несмотря на то, что он уже давно покинул корабелку, он по-прежнему живет в лавторах, он по-прежнему живет в комнате общежития. Своя жена, у него роман с фотографией, у него роман с фотографией, у него семья представляет, это клуб «Зеркало», родственника ходит, джазского квадрата. Он сделал свой театр, он нашел свою сцену, это театр, это театр фотографии. и у нас что? Он может взять папу очередную, договориться с каким-то городом, и вновь организовать вот этот внезапный сценарь вот этого выставления. В стране потихонечку разгораются какие-то демократические какие-то страсти, то есть народ опять, так сказать, заволновали всякой демократией, всякими свободными. Ну, сулили эти демократии, эти свободы, и это, вы знаете, работает даже вот в таком коллективе, как зеркало. То есть, если раньше зеркало было жестко дисциплинированное, то есть одна экспозиция, на которой ты представлен, ну, в зависимости от того, как ты поработал за год, что ты сделал, либо серия, либо одна картинка, либо несколько картинок. Как тебя там вот берут, это жесткий хрустсовет, как тебя повезят, там, и так далее. Все это, ну, для некоторых это казалось, что это мало, что это, там, надо чаще, там, и так далее. Ну, на самом деле, честно говоря, вот довольно вполне такая единица, ну, сомнительно небольшая, за которую кто работает вообще творчески, тот понимает, что нельзя фронтонировать бесконечно каждый месяц, тем более каждый день. То есть, это должно как-то выстроиться, выстроиться. Значит, начинается свобода этих запасов, люди почувствуют свободу, они хотят каких-то новых объединений. И в том же 87-м году, в 87-м, правильно ли говорить, да, образовался его Потап. Это вдохновитель, да, организатор Шневерсон, Чешин, Матвеев и, примерно на некоторое время, Арсентий. Вот, там пытаются еще какие-то там, это первая трещинка на зеркале была. То есть, короче говоря, если раньше, хотя все были разные, и это, в общем-то, эти-то клубки были интересны, но все как-то давали возможность рядом стоящими высказаться. И на стендах это было интересно, понимаете, это не один пейзаж в 20 видах, а это и пейзаж, и джон-мод, и портреты, и сценка бытовая, и жанровая, и так далее, и тому подобное. Это интересно, но в этом и ценность коллектива. То есть, короче говоря, короче говоря, вот эта паура такая строгая, она потихоньку начала как бы расшагываться, трескаться. Ну, в общем, с другой стороны, 10 лет для творческого коллектива, ну, это достаточно много, кто это понимает, потому что амбиции, индивидуальности, они все равно у нас появляются. Возникают какие-то древние, какие-то скандальчики и так далее. И здесь происходит, собственно, новая песня, небольшой скандал. Но новое происходит. И если учитывать характер Роскопова, то есть, ну, довольно таким сплечивым человеком, человеком, который не любил, когда мы говорили поперек. Ну, тем более, после всех тех годов славы. То есть, я хочу сказать, что легенда заключается в том, что во многих местах, в всех городах Роскопов представили. Роскопов как представитель зеркала. С ним же Рюмин и народ общался. То есть, его, так сказать, мало ли, как отца или солидателя. Роскоп произошел из-за того, что мы выделили, грубо говоря, помещение. У Роскопов были одни соображения, а у ребят другие соображения. Но так как это все было сказано, ну, в беседе довольно острой, жесткой, Роскопов обиделся и ушел, что называется, в клич. И замкнулся. И замкнулся. То есть, вот, вместо того, чтобы сесть, обсудить, договориться, ведь можно было сделать, ну, так, если шантазию, то можно было сделать некий корпоратив, да? Это сверочный зал, в который можно было делать продажи корпорских работ. Можно было сделать каталог. Фотографы. Пожалуйста. Человек пришел, посмотрел, кто ему понравился или завтра. Выбрал, сделал заказ. Ну, все как. Нормально. Ну, для этого нужно все договориться, решить, но нужно и надо, конечно. Еще идеи, которые не было бы. Ну, короче говоря, свобода там не свобода. Ну, где надо свобода? Ну, надо, где перебирать, где перебирать. 91-й год. 91-й год, значит, наконец-то Москва отозвалась на, так сказать, стоны фотографической массы. И в 91-м году был создан союз фотофотографии России. Уже Россия, да, 91-й год. Уже Россия. Один из первых становится членом общества. В 92-м году он становится директором Ленинградского областного отделения фотохудожников России, Совета фотохудожников России. А в 91-м году он посещает Афганистан. Афганистан, и интересный там факт произошел в доме, в котором он остановился в Афганистан. В его отсутствии, слава богу, Аллах, так сказать, смело сделался, видимо, над ним. Дом этот почему-то взорвался. Ну, то ли был взорван, то ли, ну, не знаю. Короче говоря, Аллах как-то благоволен и перебирает. Значит, что дальше? Дальше совсем уже не нужно. 96-й год. В 96-м году у нас был в 60 лет. 60 лет, и, значит, по общей договоренности проводится 10-я выставка. Очень хорошая, очень крепкая, очень такая представительная. Опять же, на базе декабра. И, значит, что дальше? 2000-й год. Это братья по-разному. Несколько фотографов объединились, значит, здесь у нас. Потемкин, Компаневичин, Кармаркин, Крупнов, Варановский, Захаров и Росков. Делают выставку братья по-разному. И у нас остался последний пункт. Это 2002-й год. 2002-й год, 2003-й. Опять же, декабре-год. Значит, выставка «Зеркало». Роскопов наставил на этом. На базе оригинального журнала, то есть в интерьер дону журналистов, была повешена последняя, одиннадцатая выставка «Зеркало». Ну, я предсказал, что выставка была удачной. Она была слабенькой, потому что в общую-то практически никто июня не готовил. Каждый принес что мог, что имел под рукой. Повесили. Там, капустинская работа висела направо. Просто перекинуто это. Повесили. Ну, что делать? 29 января. Роскопов не так. Похоже на посту. И на посту 25 лет, и на посту 30 лет. Получина не так. Голоса. Субтитры сделал DimaTorzok